Мошенничество в сфере ЖКХ В Крае возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении госпрограммы. Речь идет о похищенных 12 миллионах рублей в сфере ЖКХ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Наказание за мошенничество в особо крупном размере грозит директору одной из стройфирм. А также руководителю одного из краевых торговых комплексов. Предварительно установлено, что при исполнении шести муниципальных контрактов они предоставили в администрацию Первомайского района фиктивные товарные накладные, в которых содержались недостоверные сведения об объемах поставленного оборудования. А именно теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Таким образом, из бюджета края утекло почти 12 миллионов рублей. Сейчас фигуранты дела находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается. История о подростке, который пострадал от падения снега с многоэтажки, привлекла внимание прокуратуры. Надзорный орган уже начал проверку. В ходе нее будет оценена работа управляющей компании, в том числе о своевременности очистки кровли от нарядей снега. А также будет решен вопрос о защите прав несовершеннолетнего в суде. Напомним, снежная лавина рухнула на школьника несколько дней назад. Мальчик травмировал голову, потребовалась медицинская помощь. Остались без воды и тепла. Жители села Стуково жалуются на отсутствие необходимых условий для жизни. Около недели назад сразу четыре многоквартирных дома остались без горячей воды. Кто-то даже без холодной. Некоторые из сельчан вынуждены спасаться обогревателями. По какой причине людям приходится жить в таких условиях? И есть ли способ изменить ситуацию, расскажет София Яценко. Это сейчас закрытый кран, поэтому еще идет напор. И грязно. Видите, какая вода. Вот, смотрите, что в воде. Такую воду вынуждена пить пенсионерка. Но и это она смогла позволить себе только сегодня. По словам жительницы дома, который давно трещит по швам, воды не было почти неделю. Батарей в квартире тоже нет. Хозяйка давно отказалась от такой роскоши. Нечем платить. Я вообще не плачу, потому что с меня высчитывают все. Как говорят, все высчитывают. Так, за коммунальную воду, там все. А зачем я должна платить? Горячей воды нету. Мыться я не моюсь, потому что мне нет. Этого тетана у меня нету. Чтобы его поставить, надо деньги. Газа у меня нету. Так что живу вот так, как могу. Куда я пойду с федром на улицу выливать везде? Канализация тоже не работает. По 600 рублей платит каждая семья. И мало. Люди возмущены. Из-за отсутствия условий они не могут нормально пользоваться туалетом. Воды-то нету. Если туалет вон со второго этажа спустишь, значит отвалий идет к соседям. Канализация не работает. Там снегом завалило, надо чистить. Кто пойдет чистить? Сельчане писали жалобы, однако их проблемы так и не решили. У нас, в общем, катастрофа с возоснабжением, потому что трубы ржавые все. Там это аж мюрки летят. И это самое в этих кранах. И вот это вот сложение, сгнили все трубы. И вот это самое. И отправил это в администрацию губернатора. Вот это самое. Но потом вот я письмо вот это, куда я сделала, тоже мне пришло письмо из этого самого, от этого. От главы администрации у меня. У нас все в порядке. Я говорю, а нельзя летом это сделать? А он повернулся ко мне, на меня смотрит, говорит, а ты что, самоумный что ли здесь? Но до порядка здесь явно далеко. По словам оторванных от жизни жильцов, засыпать место аварии шлаком – это не решение проблемы. Вы говорите, что здесь не прорваты. Ну как здесь не прорваты, если она опять набежала? Вова, она вон там порвата. Вова, да здесь здесь нет. Да я разве сказал, что она не порвана? А я говорю, она не здесь порвана, а вон там вытекает из-под дороги ручеек. Вова, какой ручеек! Откачали на утро, уже опять была полуэта своей воды. Из 10 квартир, получается, до 14 лет у нас несовершеннолетних детей, 14 человек. 14 человек. То есть есть 9 человек у нас детей до 5 лет. То есть мы очень боимся, что вообще, в принципе, выпускать детей на улицу, потому что вот здесь вот такие вот ямы, то есть что они могут упасть, либо утонуть, либо ломать что-нибудь. Чтобы разобраться в сложной ситуации, мы позвонили председателю союза жилищно-коммунальной организации Алтайского края Дмитрию Лопаткину. По магистрали поменяли, которая там идет по улице Молодежной за счет денег администрации. Глава выделил своим распоряжением. Несмотря на то, что долги у этих четырех домов составляют 2 миллиона 800 тысяч, то есть там практически люди не платят уже многие годы за то отопление, за ту воду, которую потребляют. По словам Лопаткина, заменить трубопроводы планируют в течение этого года. На это администрация Павловского района выделила 1 миллион рублей. Сейчас аварийное место засыпали. Вернуться к работам планируют весной. А вот с подачи воды, несмотря на многочисленные жалобы, по словам руководителя Павловских коммунальных систем Сергея Цыганкова, все в порядке. Сейчас жителям, получается, что нужно сделать, чтобы у них не было таких проблем? По словам Цыганкова, вода к домам подведена, но внутридомовые сети – забота самих жильцов. Поэтому, чтобы наладить условия проживания, сельчанам придется все же взять на себя ответственность и принять участие в благоустройстве собственного жилья. Хотя бы начать платить. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком. Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о торговле суррогатным алкоголем. Напомним, летом 2021 года 13 человек отравились метаноловым псевдоконьяком. Пятеро из них скончались. Обвиняемые, ими оказались двое местных жителей, заключены под стражу. Остатки суррогата изъяты. Правоохранители установили, что один из них, работая дальнобойщиком, привез из командировки канистры с алкоголем, которые после были проданы под видом коньяка. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжим. Чтобы осознавали свои действия на дорогах, они просто зубрили правила движения. Так говорят в ГИБДД о поправках на экзамен на получение водительского удостоверения. Известно, что в теории появятся новые вопросы. Какие узнавала Анастасия Наборщикова? Более 100 тысяч аварий на дорогах страны. Это статистика 2021 года. Чтобы цифры пошли на спад, в ГИБДД ежегодно предлагают новые идеи. Чаще всего меня отправила сдача практического экзамена. Но на этот раз перемены затронут теоретическую часть. Известно, что инициатива напрямую связана с новичками, чей стаж менее двух лет. В прошлом году по вине этих водителей в Барнауле случилось 65 ДТП. Здесь разные форматы. Но если брать максимально какие-то количества, то это парковочные варианты аварий, где не рассчитали габариты. Получается, возможно, это проезд перекрестков. Более высокоскоростные аварии на трассах. Я думаю, что здесь все-таки уведет нас статистика в водителей более, так скажем, опытных. Смелыми на дороге становятся после трех лет вождения. Так говорит психолог. Но ГИБДД хочет, чтобы водители с первых дней понимали, как себя вести в аварийных ситуациях. Их-то и планируют описать в вопросах. Какими они будут, мы решили предположить. И вместе с инструкторами составили пять задач. Отвечали как молодые, так и опытные водители. У тебя пять вопросов. Твоя задача дать как можно больше правильных ответов. Ирина за рулем 10 лет, Владимир 15. А вот Татьяна и Ярослав меньше года. Каждый задумался над первым вопросом, который звучал так. Вы едете за город по трассе 90 км в час. И вы замечаете вдалеке очень густой дым от небольшого пожара. Что вы сделаете? Первое. Поедете внимательно, не снижая скорость. Второе. Поедете очень внимательно, снизив скорость до 60 км в час. Потому что длина задымленного участка небольшая. Третье. Проедете задымленный участок пути, заблаговременно снизив скорость до 20 км в час. При этом стараясь максимально прижаться к обочине. И четвертое. Остановитесь на обочине перед задымленным участком. Пройдете сначала пешком для контроля безопасности. А затем проедете задымленный участок пути со скоростью 20 км в час. Стараясь уже ехать по обочине. Правильно ответила только Татьяна. Выбрав вариант 4. Опытные водители сказали, что останавливаться глупо. Снизить скорость им показалось достаточно. Так или иначе рейтинг таков. Ирина и Владимир ответили на 5 вопросов с двумя ошибками. Ярослав, менее опытный за рулем, ошибся единожды. А Татьяна прошла тест абсолютно верно, потратив меньше 5 минут. Для чистоты эксперимента мы оказались на автодроме. Здесь навык защитного вождения необходим на практике. После первого вопроса инструктора оба водителя попадают в просаг. Вот вы сейчас нажмете на тормозе, где вы остановились? Ну, при скорости 40, я думаю. Ну, не совсем далеко от него. Он запланировал остановиться вот там, а остановился вон где. Поверьте, в этом ошибаются и начинающие, и опытные водители. Опытный водитель и большой стаж – это разные вещи. Старший опыт, к сожалению, не равняется. В России навык экстремального вождения не обязателен. Иначе в Норвегии, где самые безопасные дороги. Барнаул по площади численности населения можно сравнить с Осло. Так, например, в 2019 году у нас произошло более тысячи ДТП, в которых погибло 32 человека. В Осло за этот период случилось всего одно ДТП, где погиб человек. Мама записывает ребенка в автошколу, и она рассказывает о том, как она ездила по трассе, как она попадала в аварии. В ходе разговора мы всегда подводим к тому, что спрашиваем, какой скоростной режим приемлем для вас на трассе. Она говорит, да, ну, 150, но я и 220 ездила. И вот, получается, уже пришел к нам человек с осознанием и принятием того, что такая скорость, она дозволена. В Норвегии люди с детства адаптированы к опасности на дороге. Молодое поколение растет в правильной обстановке. В том же Осло созданы все условия для пешеходов и водителей. Любимый транспорт здесь – велосипед. Для него чиновники продумали схему движения по всему городу и отвели отдельную полосу. Я хотел бы жить в Осло. Здесь все ездят на гибридах и электрокарах. Куча велосипедистов, куча бегунов, куча мест для тренировок. Офигенно! На самом деле, в теории казалось проще пройти этот участок дороги. Недостаточно, скажем, опыта именно по движению по гололеду. Скажем, по городу-то, конечно, это просто ездить. Уже езжу более 15 лет, и аварий-то как таковых и не было. На самом деле, нужна практика вождения и как бы серьезнее относиться к этому, скажем так. И нужно растить принципиально новое поколение, осознанное. Осознанное в том, что дорога, ну, она может тебя убить. Наш эксперимент показал, водители знают теорию, и будущие поправки вряд ли снизят статистику ДТП. Ведь на деле героям сюжета не хватило практики. Так что изменить ситуацию можно, лишь применив несколько составляющих. Это знания и теории, и практики, а еще диалог с детьми. Мама и папа должны объяснить, как опасна дорога, и показать правильный пример. Ведь сегодня на дороге людей сбивают и лихачи с огромным стажем. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин и Вадим Быстревский. День с толком. В парке Изумрудный планируют восстановить пруд. На проект уже определили подрядчика. А еще недавно в парке появился свой маленький помощник. Уникальный мини-погрузчик, который теперь будет наводить порядок на территории. Как считает руководитель парка Владислав Вакаев, аналогов этой техники в Алтайском крае пока нет. Несколько насадок делают машину универсальной. То есть это одновременно и снегоочиститель, и газонокосилка, и челюстной ковш. Также на погрузчик можно установить щетку для увлажнения асфальта. Что важно для парка, это машина компактная и манебренная. Есть мощная, тяжелая техника, строительная. Есть гораздо более такая производительная. Но в том-то и дело, что в парке нельзя загонять тяжелую технику. Потому что здесь портятся и почвы газона, здесь покрытие. Когда мы видим, что горожане оценивают наш парк, изменения, которые в нем происходят ногами, то есть все больше и больше людей сюда приходит. И я радуюсь, потому что я вижу, что люди соскучились по хорошим, современным городским общественным пространствам. И нужно как можно больше этих пространств людям давать. Два представителя Алтайского края выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине. В заявку попал конькобежец Виктор Муштаков и биатлонист Даниил Серохвостов. Оба сейчас на сборах, ведь до старта Олимпиады меньше двух недель. И если попадание Муштакова в Китай – закономерность, то Серохвостов во взрослый спорт попал только в этом сезоне. Дмитрий Дроздов расскажет, чего от наших ребят ждут на Олимпиаде. Он просто изо дня в день очень любил коньки. То есть он всегда с удовольствием сюда приходил. То есть у меня вообще проблем не было его загнать сюда, убедить его, что ему надо тренироваться. То есть изначально он хотел быть первым. Именно так про Виктора Муштакова говорит его первый тренер Елена Комаровская. Факт попадания конькобежца на Олимпиаду не удивил. Уверяет, самое сложное в Пекине для Виктора – справиться с самим собой. Да я думаю, там психологически будет сложно. Спортсмены-то все ясны и понятны, кто будет бороться за медали. Тот, кто сможет сам себя победить. В спортивной школе, где тренировался Муштаков, не спешат загадывать, как будет складываться Олимпиада. Тут даже боимся загадывать, как говорится, и о чем-то говорить. Дай бог, чтобы не было никаких этих ковидных ограничений, не было никаких болезней, травм. Так, я думаю, что если всего этого удастся избежать, я думаю, что Виктор должен выступить достойно. Опять же, мы люди суеверные, не любим мы загадывать. Поговорить с Виктором по видеосвязи нам не удалось, но свое мнение о том, чего ждет тот участие в Олимпиаде, он высказал. Я думаю, что хорошего результата и побороться за медаль. Для меня это очень важно. Я шел к этому всю жизнь и тренировался. Надо показать, что не зря столько усилий было сделано. Второй наш олимпиец Даниил Серохвостов сейчас находится в Италии на очередном этапе Кубка мира. Сразу оттуда, в составе сборной России, спортсмены отправятся в Пекин. Даниил пока не на связи, но в педагогическом университете, где сейчас учится биатлонист, в него верят. Все шаги, сделанные ему в сборной, они были убедительны. Он доказал стабильность выступления своим. При этом его молодость, азарт, улыбка, которая стимулирует нашу всю сборную мужскую выступать уверенно и побеждать. Я думаю, что в Пекине он будет таким же, спокойным, раскрепощенным. В эстафете медаль ожидаем, потому что он железный эстафетчик. И связка спринг-пассьют – это его тема. Он парень очень быстрый, психологически очень устойчивый. То есть Олимпиада – такие соревнования, действительно очень серьезная психологическая нагрузка. Но парень, скажем так, другого поколения, он практически… Такое впечатление, что у него нервов вообще нет. Для него это игра. Олимпиада начнется 4 февраля. И у жителей Алтайского края будет повышенный интерес к ней. Да и мы тоже планируем болеть за своих. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Поднимают настроение, греют душу и даже лечат. Учеными доказано, что объятия приносят больше пользы, чем можно предположить. 21 января отмечается Международный день объятий. Несмотря на мороз, мы вышли на улицы, чтобы подарить тепло барнаульцам, а заодно и проверить жителей краевой столицы на отзывчивость. Говорят, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно обниматься хотя бы 10 раз в день. Один из итальянских профессоров и вовсе назвал обнимашки эликсиром вечной жизни. В Международный день объятий мы решили проверить, насколько барнаульцы любят обниматься. Здравствуйте, сегодня Международный день объятий, не хотите обняться? Давайте. Хорошего дня вам. Здравствуйте, сегодня Международный день объятий, не хотите обняться? Жена наблюдает, она очень ревнивая, поэтому спасибо, но должен отказаться. И вам. Не хотите обняться? Нет, с посторонними нет, только со своими обнимаются. Ну да. Давайте. Хорошего дня. Ага, спасибо. Оказалось, что к неожиданным объятиям на улице готов далеко не каждый. Чтобы привлечь внимание к теплому празднику, а заодно и порадовать небольшим подарком решительных барнаульцев, мы объединились с моим коллегой Артемом Гусельниковым. Не желайте обняться в день объятий? Не получите блокночку? Подходите, не стесняйтесь, в день объятий. Что поделать? Давайте обнимемся. Сегодня международный день объятий. Вот, можете получить небольшой презент от нашего телеканала. Пожалуйста. Хорошего дня. Давайте дарить тепло друг другу. Да запросто. Хорошего вам дня. Вот небольшой презент от нашего телеканала. Спасибо. Не желаете обняться? Нет. Вирус? Вирус? Ну, это да. Давайте обнимемся. Сегодня международный день объятий. Давайте, давайте, давайте. Вот так вот неоднозначно барнаульцы реагируют на простое предложение обняться. Но мы надеемся, что сегодня каждый подойдет и обнимет своих близких. София Яценко. Артем Гусельников. Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует.